Игзегет Игзегет «Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда он говорит ложь, он говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Эти слова произнес сам Христос Спаситель, который есть путь, истина и жизнь. И здесь очень важные слова. Оценка дьявола, что он, во-первых, лжец и отец лжи. Что значит отец лжи? Порождающий ложь, произносящий, распространяющий только ложь. И он человекоубийца от начала. Человекоубийца? Как может творить что-то доброе? Как может, например, даровать здоровье болящему человекоубийца от начала? Как может вообще делать что-то благое, чем-то одарить, обогатить человечество, тот, кто человекоубийца от начала? И вот слова из «Премудрости Соломона» о том, что «завистью дьявола грех вошел в мир и грехом смерть». А святой апостол Иоанн Богослов в начале своего Евангелия говорит такие слова, что «для того и пришел Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Какие дела дьявола? Именно ложь и смерть, разрушение. Поэтому вопрос, может ли бесовская сила способна ли стрелять, это скорее вопрос риторический. Конечно же, не может. Даровать здравие болящему, конечно, бесовская сила не может. А вот эти всевозможные феномены, которые в современном жизни наблюдаются, когда на больших собраниях каких-то известных экстрасенсов, колдунов, магов с громкими восклицаниями показывают вытянутой рукой на кого-то сидящих в зале, и говорят, а вот там на четвертом ряду сидит человек с костылями, больной. Теперь встань, ты исцеляешься. И человек встает, как будто он исцелился от недуга. А впоследствии неоднократно уже было это выяснено, что во время вот таких вот сеансов происходит ничто иное, как профанация. Человек никогда не болел, а просто изображает себя болящим и теперь якобы исцелившимся. Может ли бесовская сила вообще хоть когда-нибудь говорить правду? Это еще более интересный вопрос. В книге «Деяния апостольских» в 16 главе мы читаем следующее. «Когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря, «Сие человеки – рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». И это делала она много дней. «Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу, «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее». И дух вышел в тот же час». Что мы здесь видим, дорогие друзья, в Священном Писании? Что одержимая духом прорицательным служанка ходила много дней за святым апостолом Павлом и Силуаном и говорила, в общем-то, правильные слова, что эти люди – рабы Бога Всевышнего, которые возвещают вам путь спасения. Это правда, истинная правда. Кто бы мог спорить с этими словами. Но произносила их одержимая злым духом. Демоны могут иногда произносить правду, но цель все равно погубление человека. Правда, смешанная с ложью. В многочисленных святоотической, аскетической литературе много можно найти таких примеров. И вы, дорогие друзья, если вы читаете «Древний Патерик», «Алфавитный Патерик», «Скидский Патерик», вы можете вспомнить, сколько было подобных воспоминаний преподобных богоносных отцев. В частности, преподобный Антоний Великий рассказывал своим ученикам, что за несколько дней до прихода каких-то других монахов демоны им являлись и говорили, «Вот, с Верховьев Нила идут к тебе четыре монаха и придут через пять дней». И действительно, проходило пять дней, и эти братья приходили. То есть бесы могут якобы говорить правду, что-то открывать, приоткрывать будущее, по крайней мере, будущее, ближайшее, то, что в таком обозримом пространстве, то, что возможно им видеть, как падшим духом. Но всегда у них одна цель – ложь и погубление человека. Поэтому, дорогие друзья, нам, верующим людям, доверять лукавому, который есть ложь и отец лжи, нельзя. Ждать от него исцеления нельзя. Исцеление может давать только Господь Иисус Христос, потому что Он – источник жизни. Храни вас всех, Господь!